здравствуйте здравствуйте друзья вот смотрите-ка у нет конвертик в конвертике грин карта и номер социального страхования для человека которого я уже и не рассчитывал как бы ну не то что увидеть а которому я уже и не рассчитывал ничего отправить поскольку давным-давно лежат у меня в шкафу значит там в тумбочке такой значит его green card и номер соцстрахования а вдруг вот пожалуйста прислал мне этот свой конверт чуток на свете не бывает но речь не об этом сегодня друзья это так еду в офис у меня урок 6 часов сейчас уже без четверти 5 и хотел поскольку тема такая знаете студенческая да еду на урок вот что сказать значит я замечал и раньше но тут у меня разговор был вчера с девушкой она бухгалтером раньше было и такая знаете серьезный очень тщательная такая дотошная вот что называется прям перфекционистка она привыкла что дебет с кредитом друзья должны сойтись и я собственно я такую поддерживаю ну правда я кто же против того чтобы дебет сошелся с кредит но у них это норма а в других областях некоторых но идеал в таком смысле ну как бы не достижим вот так прям раз и сошелся дебет с кредитом вот пришли вы изучать новую профессию вот допустим у нас есть книжка которую мы читаем по профессии по тестированию программное обеспечение если ты вот допустим эту книжку прочитал к середине курса и понял из нее там 20 процентов так неплохо слушайте уже неплохо уже все 20 процентов это мнение не 10 потом глядишь там концу курса тоже проектики поделал там еще раз прочитал и смотришь ты уже не 20 процентов понял а 35 а потом поработаешь годик прочитаешь и уже может быть 60 процентов поймешь а потом поработаешь лет пять и поймешь может быть уже 92 то есть как сказать не нужно переживать вот допустим ты учишься до прочитал первый раз книжку понял 20 процентов не нужно переживать что ты не понял все 100 потому что все 100 ты может вообще никогда не поймешь потому что человек который эту книжку писал может быть вообще такими вещами занимается что даже тебе если рассказать ты не сразу поймешь вот поэтому и не надо 100 надо достаточно чтобы выполнять собственную работу и там скажем 20-30 процентов этой книжке более чем достаточно чтобы выполнять ту работу на которую тебя возьмут там после этих курсов тебя же не берут там руководителем проекта тебя же не берут к вам руководитель к этой бригады там тестировщиков которых ты должен там вводить в курс дела в бизнес и тогда это же не сеньорская такая позиция высокая это начальная на начальный позиция ты вот институт закончила вот этот свой там по бухгалтерии чему там вас учили чего все знала что нет ну вот есть всякие курсы знаете для лицензированных профессионалов тому скажем по недвижимости по страхованию вот я заканчивал когда-то такой курс по страхованию лицензию получал и мужик который курс этот вел он сказал вот когда мы говорим что то вот тут непонятно там непонятно и вот ну там действительно сложно вот и многие люди поработав там и 5 лет и 10 не понимают половину я серьезно я знаю людей и вот значит и мужик говорит на этих курсах году мы вас учим что надо знать тому что надо знать чтобы вас сходу не упаковали на цугундер но то есть не посадили в тюрьму чтобы не натворили делов вот а дальше уже профессии вы будете учиться когда начнете работать и вот там уже будете с опытным брокером там и так далее вот вас там значит ведут в курс дела а пока что вот за что посадят мы вам рассказываем чтобы этого не делаем вот такого плана образовали значит слава богу в тестировании так таких крайних мер нет у нас попроще все с последствиями но тем не менее идея такая я с этой женщиной разговаривал едва боже какая она хорошая она такая добросовестная она такая тщательно она такая труженица настолько времени в это кладет она и так и сяк и там и дополнительно смотрит и копает тут копаете то есть абсолютно такой идеал вот идеал работник и и она себя вот прямо знаете ну как сказать затравила затравила ой господи боже мой из-за чего перфекшионистка когда я только начинал писать массовое резюме вот представьте себе лет там 25 27 28 29 тому назад я писал начал писать много резюме для студентов и естественно я ну как бы сказать интересовался что пишут других резюме какие-то знаете хочется какие-то блоки какие-то выражения так что к себе да позаимствовать ну и вот была одна фраза я к сожалению не мог ей часто пользоваться паша на такая запоминающаяся что сразу видно что какой-то штамп и подозрительно становится вот как бы тогда но фраза она звучала так перфекшенист который научился жить в реальном мире а там будет ты про себя пишешь там это умеют о умею здесь хочу там могу и вот дальше перфекшенист который научился жить в реальном мире потому что перфекшенист если он не научился то в реальном мире погибает друзья реальный мир абсолютно не дает никакого пространства для этого самого перфекшениста и вы можете сказать да но есть задачи которые ты не можешь ошибаться там ракет не туда полетела знать самолет упал конечно там много народу брать там много народу и каждый из них там что-то делает и поэтому по совокупности вот они как-то ну конечно странно вот автомобиль вот я еду автомобиль едет тысячи людей задействованы понимать а он едет зараза такая но это построить надо процент а один человек уметь на один человек он не идеален он не идеален и и не надо ну что чё себя ломать то вот поэтому ежели кто перфекшенист значит друзья научитесь жить в реальном мире вот к сожалению в каждое резюме не вставишь на сразу что-то подозрительное такое обнаружится если у всех будет но такая фраза красивая и вот я может быть я с этого как бы начал и вот я этим хочу закончить что очень важно совместить две эти вещи очень хорошо когда чек перфекшенист когда он стремится к такому к идеалу то есть понятно что идеал это больше процесс чем . в которой ты придешь ну ты где-то в окрестности этой точки можешь оказаться вот то есть сама все стремление к идеалу гораздо лучше чем мир пофигизм там где пофигизм там точно ничего хорошего не будет но приспособиться к реальным условиям бывают такие тестировщики я могу сказать которые всем нервы портят и когда программист например с вами разговаривает на интервью он смотрит чтобы это не был вот такой вот придурок который значит там со своими правилами хочет всех там по свои правила подстроить милый ты здесь не для того чтобы под свои правила кого-то подстраивать и какой-то там идеальный программный продукт в твоем понимании чтобы все вот все бросили и занимались вот этим там есть другие люди там есть начальство там есть сроки там есть бюджет там есть очень много факторов о которых ты вообще понятия не имеешь и не должен иметь ну зачем тебе во всяком случае знаете и вот ходит из-за ну да такая вот тут не так это не так и здесь не так вот почему не починили почему не сделали я же написал твое дело от кукарекать вот петух петух не отвечает за то что солнце встанет у него нет такой функции и нет такой ответственности петух отвечает за то чтобы вовремя прокукарекать он говорит кукареку твою мать раз ну и солнце встанет но мы знаем зависимость да мы знаем что солнце всегда встает то есть петух может даже и не кукарек но солнце все равно встает но это не связанные процесс давайте кукареку и солнце встает петух не отвечает если в какой-то день петух прокукарекала солнце не встала то с петуха спроса нет это тестировщик вот он он написал там багри порт но не починили но другие приоритеты были но не до тебя не до твоего бага вообще мама со всяких интересных вещей происходит на время того чтобы чинить программный продукт ничего чего теперь и вот этот на то есть перфекшенизм не должен превращаться не в занудство от которого все люди шарахаются от тебя шарахаются из-за этого вот и с другой стороны это не должно превращаться в какой-то яд гремучий который от тебя самого отравляет что ты уже жить не можешь спать не можешь у тебя тут там тут у тебя бессонница там камни в почках там еще какой-то безобразие потому что ты себе поставил какую-то цель или какие-то условия на себя наложил которые никакого смысла не имеет в общем-то для других людей а ты вот такой вот перфекшенист друзья давайте мы два тоста я предлагаю 1 тост это за перфекшенистов а второй за то чтобы они хорошо вписывались в реальный мир и делали его реально лучше правильно все на этом мы с вами расстаемся а у меня вот сейчас ровно через час будет урок